Фейк-ньюс не обошли стороной и наше государство. Фактически весь период существования суверенной Беларуси наше общество подвергается различным информационным атакам. Вот в отношении Беларуси распространяется ложная, дискредитирующая, компрометирующая нашу сторону информации. Почему так происходит? Во-первых, не всем нравится суверенная внешняя и внутренняя политика, которую проводит наше государство. Ориентация на союз с Российской Федерацией, конечно, вызывает раздражение у оппонентов России на международной арене. Они пытаются дискредитировать этот курс. Другой вопрос, социальная политика нашей страны, естественно, тоже вызывает раздражение у сильных мира сего, которые в собственных странах такого рода меры социальной поддержки не применяют. И здесь белорусский пример кажется привлекательным для народов этих стран. Соответственно, необходимо максимально дискредитировать Беларусь. Третий аспект, и далеко не последний, заключается в том, что у нас в нашей стране сохраняется государственная собственность на стратегические активы. Отдельным, скажем так, представителям крупного капитала и на Западе, и чего греха таить и на Востоке, хотелось бы получить доступ к этому национальному достоянию белорусов, с тем, чтобы приватизировать, взять под контроль, и желательно по бросовым ценам, то есть провести ту грабительскую приватизацию, которая прошла во многих странах постсоветского пространства. Если говорить о недавнем времени, о новейшей истории, то я бы выделил три волны таких атак, фейками, психических атак, в определенном смысле, на белорусское общество. Первая волна – это все, что было связано с коронавирусом. Помните, тогда предпринимались различные информационно-психологические мероприятия нашими оппонентами для того, чтобы дискредитировать тот курс, с которым пошел президент правительства Беларуси, отказавшись закрывать экономику, отказавшись ограничивать права здоровых людей, беря во внимание исключительно медицинскую проблему. То есть в нашей стране не дискриминировали здоровых, но лечили больных. При этом бизнес, крупные предприятия, сфера услуг – все сохраняло жизнеспособность и все работало. И, естественно, по прошествии времени мы сейчас понимаем, что этот курс был абсолютно правильным. Но вспомните, в чем обвиняли государственные президенты в 2020 году. Даже парад победы, парад в честь годовщины победы над гитлеровской Германией был объявлен определенными деструктивными ресурсами – парадом смерти. Вторая волна дезинформации и распространения фейков была связана с президентскими выборами в августе 2020 года. Касалась она якобы насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов над так называемыми мирными протестующими. Впоследствии при проверке этих фактов все это оказалось ложью. Ложь распространялась с одной целью – воздействовать на самые такие хорошие чувства людей, желание правды, справедливости, защиты ближнего, с тем, чтобы, использовав эти чувства, наивных, по многому, неподготовленных граждан, с низким уровнем информационной культуры, информационной гигиены, вывезти их на улицы и настроить как против правоохранительных органов, так и против собственного правительства и государства, таким образом погрузив нашу страну в гражданский конфликт. К счастью, этим планам тоже не суждено было сбыться. Третью волну фейков мы наблюдаем сейчас в связи с войной, происходящей в Украине, спецоперацией российской армии в Украине. И эта волна фейков тоже происходит от наших противников, конкурентов на Западе, ну и, к сожалению, в некогда братской Украине. Там задействованы серьезные военные структуры, центры информационно-психологических операций, киберцентры НАТО, которые распространяют лживую информацию о якобы готовящемся нападении нашей страны Украины, якобы участии белорусских военнослужащих в этой войне, их гибели. Оттуда, значит, матерям совершенно цинично, матерям наших военнослужащих звонят и говорят, что ваш сын погиб где-то в боях под Киевом или Мариуполем. То есть всячески пытаются деморализовать белорусское общество, дискредитировать нашу власть, представить в определенных лживых, совершенно черных красках ту политику, которую мы проводим.